Музыка За психологическим климатом в коровьем коллективе следят особенно. Говорят, Шопен и Чайковский положительно влияют на уровень надоев. Таких ферм в России немного, внутри стерильность. Светлана Кутейникова – лучшая доярка района. В ее подчинении 50 коров. Всех буренок знает по именам. В прошлом году Светлана надоила почти 300 тонн молока. За хорошие показатели повысили в должности. Теперь она – помощник бригадира. Например, к одной можно подойти с лаской, другая не стоит, можно на нее прикрикнуть или там чего-то. Есть корову, которой прикрикнешь, она может молоко не отдать. Каждой корове нужно свой подход иметь. Музыка, что войскова, ей приятно? Конечно. Да, еще если ее погладишь, она больше молока. Хозяйство удалось поднять с нуля благодаря нацпроекту развития АПК. Льготные кредиты, всевозможные выплаты от государства. Каждый литр молока от государства получаем дотацию в пределах 80 копеек. Значит, за прошлый год мы получили дотацию в пределах 5 миллионов рублей. Хряк Васька – один на весь гарем. В подсобном хозяйстве семьи Жаровых. Обслуживает 10 свиноматок. Еще помогает соседским. Он выездной, порода хорошая, мясная. Американских свиней выращивать выгоднее, чем российских. Их нежирное мясо будут покупать охотнее. Все дело в тонком слое сала. Не 7, а всего 1 сантиметр. На личном подворье, кроме поросят, индюки и куры. Курица сама себя кормит. Если мы продаем яйца на 15 тысяч, мы все 6 тысяч затрачиваем на корма, а остальное – все наш чистый доход. На развитие небольшого хозяйства Надежда Жарова тоже взяла льготный кредит. 300 тысяч рублей на породистый скот и стройматериалы. Еще семья Жаровых занимается цветоводством и овощеводством. В начале марта в этой теплице расцветут голландские тюльпаны к Международному женскому дню. А в праздник Победы на столе появятся свежие огурцы. Под музыку Шопена в совхозе имени Кирова построят еще одну ферму на 800 голов крупнорогатого скота. Животноводы в очередной раз надеются на помощь государства. Константин Жирнов, Алексей Толстокулаков, Латашинский район, Новости Подмосковья.